Да, как этот атрибут женской одежды смотрится возбуждающе, если конечно его применять в правильном направлении. Но к сожалению, колготы или чулки не вечные и обязательно требуют какого-либо типа плана переработки. Сегодня я попробую сделать из этого возбуждающего атрибута какие-нибудь вещи путем термообработки, преобразования в филамент и распечатанием того, что крутится у меня в голове. Ну что, давайте все по порядку. Как только они использовали это прекрасное изобретение, которое делает ногу наших девушек более привлекательной. Например, мужики используют этот атрибут при отграблении. Ну а некоторые, конечно, могут таскать их и под джинсами. Более старшее поколение использовало их в качестве подвески для хранения лука. Ну а я тоже использую иногда в качестве фильтра. Очень классный материал. Привет, привет, здравствуй, мой друг. Ну что, давайте пробовать перерабатывать элементы одежды. Дальнейшем я попробую преобразовать и синтепон с пуховиков и, скорее всего, какие-то синтетические футболки. Давайте попробуем вообще, получится ли что-нибудь. Поехали! В моем распоряжении оказалось 10 колгот. Конечно же, вся эта одежда уже убитая. Я думал, это изделие сделано из капрона. Но не тут-то было. Посмотрите, 88% полиамид и 12% эластан. Я даже не знаю, что это за материал. У самих колгот еще имеются швы. Я не знаю, какими нитками они прошиты. А вдруг что-то на вроде хлопка, который не плавится, а только горит. Тем самым будет неизбежен засор сопла. Придется избавиться от них. Да, отходов получается очень много. Приблизительно 70% рабочего материала. И на 30% приходится швы и резинки. Если из первой партии получится что-нибудь напечатать. Попробую переработать и не ликвид. Вот таким растворителем для эксперимента. Я попробую еще растворить этот материал. Я уже пробовал растворять все различные материалы. Оставлю ссылочку сверху на это видео. Такой растворенный материал можно применить, как лакокрасочное антикоррозийное средство. Для начала попробую вытянуть на своем новом станке под названием Халява 3. 1-2 вы уже видели в моих видео. Думаю 266 градусов хватит. Заменю сопло 1.75 из прошлого эксперимента. Чем я вытягивал PET-бутылки на сопло диаметром 3 миллиметра. Чтобы попробовать отформовать хоть какую-то нить. Если что, потом прогоню с более меньшим диаметром. Эх, к сожалению, не хватает температуры. Так что подбавлю газку до 280 градусов. Ну вот, что-то уже формуется. Попробую сделать чуть тоньше материал, разрезав колготы пополам. Да, ребятки-то в телеге уже давно посмотрели кое-какие кусочки отснятого этого видео. Да и не только этого. Переходи по ссылке в описании, если хочешь знать, что же я мучу на будущее. Ну вот, уже что-то похожее на филамент получается. Думаю, что надо ставить сопло 1.75. Эх, к сожалению, легко нить получить не получается. Я не знаю, как в 1.75 ее запихать. Но давайте попробуем другой способ. Помните, как я плавил пенопласт? Тестово попробую сплавить один экземпляр, чтобы остальной материал не убить. А вдруг ничего не получится. Помещение должно быть обязательно проветриваться. Все это плавление очень ядовитое для вашего здоровья. Так что включу вентиляцию на полную. И воспользуюсь серьезными средствами защиты дыхательных органов. В общем-то получается что-то. Пластик, лунки. Да, здесь работы очень много. И без помощи не обойтись. Катерина! По лицу Катерины я понял, что она не особо довольна переработкой своих вещей. Скорее всего, каждый уничтожаемый экземпляр напоминает ей какие-то прекрасные моменты в ее жизни. Ну да ладно, отправим воспоминания в последний путь. Ну а теперь я возьмусь за работу. Колготы плавятся. Отлично! Кто-то наверное сейчас думает. Ой, да это так нелутабельно. На это столько времени надо убить. Повторяю, это всего лишь мелкое испытание. Я уже говорил о том, как можно сделать машину размером с холодильник и поставить ее в местах приема бытовых отходов. После чего получать полуфабрикат, давайте предположим тот факт, что люди будут кидать разный тип полимеров. И такой тип полуфабриката тоже будет востребован. Например, при изготовлении тротуарной плитки или балок для строительства. Этот материал нужно будет просто смешать с песком. И после чего отформовать в интересующую вас вещь. Материал из черных колгот получается, ну очень красивый. А вот адгезия при остывании, мне очень не нравится. Полимер практически сам отщелкивается. Ух и наверное будет трудно с печатью. Неликвида осталось очень много. Пишите, куда его можно применить. Сперва я думал, что делается у нас все в Китае. Но это оказалось, что наши братья-белорусы изготавливают такую прекрасную одежду. Эх, а может меня позовут на экскурсию? Я уже не напрашиваюсь работать с такими красивыми тетями в качестве фотографа. Просто посмотреть, как же изготавливаются такие колготы. Получилось не так много. Думаю, для эксперимента хватит. Ну а теперь воспользуюсь вот этой китайской кастрюлькой для ватки борща из пластика. Что я только не измельчал в этой кастрюльке. И до последнего момента, все всегда получалось. Здесь тоже обязательно соблюдайте технику безопасности. Я настаиваю подключать электропитание к данному измельчителю. Только после полного закрытия. Это же Китай. Оставлю ссылочку под видео, где я покупал. Если тебе будет интересен данный прибор. Эх, спонсоры бы мне прислали штуки три таких. Для того, чтобы я потестировал. Например, измельчение бутылок, камней, аппаратов сотовой связи. Список я могу перечислять очень долго. Но это всего лишь в мечтах. Завершающая стадия просеивания меня очень радует. Вот куда можно применить, наверное, слова. Ускоренная энтропия. А материал-то какой-то вообще непонятный. Первый раз такое вижу. Во-первых, он очень мягкий, как вата. Да еще посмотрите внимательно. После нарушения покоя, он движется какое-то время. О, а может я создал новый тип жизни? Лишь бы не напал, блин. Как шоколад получился. К сожалению, вот в этом-то пластике я не уверен. Шнек может его и не захватить. Ну ладно, будем ставить китайчика. Наверное, ничего с этого не получится. Сейчас попробую поставить стол протяжки. Ну, сомневаюсь. И как оказалось, зря я поставил стол протяжки. Этот ватный материал прессуется в нагревательной камере. После чего выдает филамент. Порциями. Конечно же, видно, что в нем образуется много воздуха. Думаю, что вся проблема оказалась в измельченном полуфабрикате. Не понимаю, почему он такой пушистый получился. Конечно, надо было измельчать вот так. Этот фрагмент из видео о том, как я перерабатывал медицинские маски. Оставлю тоже ссылочку сверху. Так вот, измельчитель для бумаги в том эксперименте оказался в самый раз. Материал получился то, что нужно экструдеру. Очень странный материал. Пишите буквы под видео. Куда еще можно его использовать? Например, в качестве фильтров. А давайте посмотрим под микроскопом. Выглядит все это насыпание, как из моего любимого сериала. Во все тяжкие. Я не вижу, чтобы были, скажем так, какие-то волосики. Как, например, у ваты. Сама по себе одна крупинка, очень твердая, проверял. Возможно, что поверхность очень скользкая. Короче, так я и не понял, почему же материал еще двигается после нарушения покоя. Ну а вот так выглядит кусочек полученного филамента из этого материала. Это самый лучший фрагмент, который я выбрал. А вот эта картинка, кусочек самих колгот, при увеличении, прям вязанный свитер какой-то. Ну, в общем, вот такой неудачный эксперимент получился с этими колготами. Да, в нагревательной камере должны быть жесткие гранулы. А тут получились какие-то живые, что ли. Но это не последний мой эксперимент. Я думаю, что попробую с другими вещами. Например, с пуховиком. И вообще, пора уже делать что-нибудь из геологических отходов. Например, вот с этих остаток креветок. Из них можно получить фитин. После чего преобразовать фруктов и что-нибудь напечатать. Есть знания по этому поводу? Обязательно оставляй букву под видео. Растворитель, к сожалению, колготом тоже не помог перейти в другую стадию. Да, материальчик сегодня у меня какой-то неудачный. Вообще, любой тип полимера, даже смешанный. Можно преобразовать с помощью термопресса. Вот у меня уже матрица, даже парнишка мне сделает. Год ждет. Если есть у кого не нужный, пиши, договоримся о цене. Чтобы подвергнуть испытаниям все различные полимеры. Если тебе интересно о переработке вторичных материалов. А электроники или каких-то средств, на которых можно покататься. Подпишись, нажми колокольчик, чтобы сообщение приходило. Чтобы я знал, а интересно ли снимать видео дальше. Монетизации в российском сегменте YouTube нет. Но вот эти замечательные ребята, помогают мне покупать запчасти для моих будущих самоделок. Вот этот микроскоп тоже я купил на ваши деньги. Огромное спасибо, ребята. Но я с вами не прощаюсь. Самое главное не болейте и храни тебя Господь. До встречи, дружище. Переходи на мой второй канал, где ты увидишь короткие видео, которые я больше нигде не покажу. Ссылочка снизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова